Всем привет! Вы на канале Lucky Life. С кем мы еще не знакомы, меня зовут Александр. И вот уже полтора года я живу в Турции. Причем в Турции пожил немножечко в разных частях. И сегодня хотелось бы просто немножко вспомнить, какой этот был год, какое это было время и как я здесь оказался, какие у меня выводы, какие мысли у меня появились, как изменилась моя жизнь. Поэтому будет разговор по душам, заваривай чаек, кофеек. Ну и погнали! Сегодня у меня такой необычный вид. Обычно я снимаю у моря, а сегодня вот рядом с водоемом, а на заднем плане виднеется вершина горы, вся в снегу, выглядит это просто офигительно. На самом деле, интересно, со временем меня больше стало привлекать, зацеплять мое зрение не море, а именно горы. Горы, они какие-то более объемные, да, они тоже интересно играют на свету, на солнечном. Они тоже живут какой-то своей жизнью, и за счет вот этого объема они как-то привлекают больше, наверное, внимания, чем море. Хотя и море, и горы. Я не знаю, вам что больше нравится, море или горы? Я даже сам не могу понять, но когда есть и горы, и море, это просто офигенно. Любое утро становится намного прекраснее. Ну окей, начнем с самого начала. Я на самом деле очень давно мечтал уехать и пожить за пределами своей страны, за пределами России, пожить за границей, пожить там, где тепло, там, где все незнакомое, чтобы появился какой-то новый опыт. Ну и само собой, мне не нравится уже больше пяти лет то политическое направление, куда ведет наша страна, Россия. Я с этим не согласен. Я считаю, что свободы слова в этой стране нет, и будет все меньше и меньше. И поэтому я не вижу там какого-то будущего в плане свободы человечности. Понимаете? Такое ощущение, что людей там просто все сильнее и сильнее загибают. Это цифровое современное рабство. На самом деле, да, вы будете правы, если скажете, что это происходит везде. Я с вами согласен, мир полностью меняется. И рабство приобрело новый вид, новый смысл. И это все потихоньку внедряется, и все это не в нашу пользу. Конечно, везде по-разному это происходит. Но когда это происходит в твоей стране, тебя это задевает в первую очередь. Поэтому мне это не нравится, и давно я хотел куда-нибудь уехать. И та вот ситуация, которая произошла там 24 сентября, по-моему, да, 25-го, когда выступал бункерный дед, сообщил о мобилизации. Для меня это было триггером, что пора валить. Типа, а что еще ждать-то, что еще тянуть? Вообще, на самом деле, хочу сказать, что вот, пожив больше года в Турции, забегая вперед, да, скажу, что в России сервис лучше, да, он больше разнообразия сервиса, более качественный сервис. Это то, к чему мы привыкли. Но за это спасибо бизнесменам, предпринимателям Российской Федерации, ни в коем случае не президенту. Президент здесь не приложил никаких своих рук. Это все сделали люди. Люди есть хорошие, люди есть плохие. Вот хорошие, нормальные предприниматели, бизнесмены в России сделали крутой сервис, сделали хорошие виды услуг, привезли хорошие товары. За это в России прям супер, очень классно. Вот. Ну, что дальше? Дальше начались поиски, куда же переезжать. Само собой, так как я давно мечтал, я как бы откладывал деньги, но я не успел скопить необходимые суммы, чтобы переехать туда, куда я хотел. А хотелось экзотики. Знаете, Бали, Филиппины, ну, хотя бы Таиланд. Цены после вот этого заявления президента на авиаперелеты дико взлетели. Вообще, даже в Турцию, я помню, видел самый дорогой билет. Один миллион двести рублей, это еще без багажа, еще за багаж надо было доплатить. То есть, как всегда, авиаперевозчики, конечно, не против подзаработать дополнительных денег на, так сказать, на горе людей. Такая жизнь, такие люди. Ну, вот. Соответственно, мы с женой начали выбирать, куда переехать. Само собой, это получается Турция, потому что по деньгам дешевле всего. Резко начали искать, где взять жилье в аренду. Каким-то чудо-образом наткнулись на объявления на авито. Познакомились, так сказать, там, с мужчиной, который довольно-таки приятно разговаривал. Культурный, вежливый. Показался нам очень, как бы, таким человечным, надежным. Который пообещал нам хорошее жилье напротив Стамбула в городе Ялова. Вообще, он, на самом деле, преподносил этот город как то, что это типа район Стамбула. Да, действительно, где-то там в каких-то записях в интернете можно найти, что действительно Ялова когда-то была провинцией Стамбула. Но, на самом деле, это абсолютно не так. Ялова это вообще отдельный город, который находится довольно-таки далеко от Стамбула. Если вам будут говорить, что да нет, там Стамбул рядом, не верьте ни за что. Стамбул там нифига не рядом. На пароме плыть один час, на машине ехать, ну, тоже около часа. Поэтому Стамбул это Стамбул, Ялова это Ялова. Ну, окей, мы как бы посмотрели на карте, нам показалось действительно интересный городок. И поехали в Ялова. Купили мы тогда билеты, по-моему, за 46 тысяч на двоих. Это, на самом деле, было дешево. Билеты раскупались просто вот как горячие пирожки в зимний вечер. И где-то через 4 дня мы уехали. 27 сентября мы улетели. 27 сентября мы прибыли в Турцию. Нас встретили в аэропорту, вот этот самый Леонид с его ручным помощником Андреем. И привезли нас в город Ялова, показали нам жилье. Само собой, сразу начались какие-то непонятки, в том плане, что мы обговорили сначала одну стоимость. А когда мы прилетели, он нам сразу резко цену поднял. В итоге потом он сказал, что хорошо, хорошо, для вас я оставлю ту же самую цену. Знаете, это такая манипуляция была, когда типа он идет нам на уступку. Хотя это никакая не уступка, это просто соблюдение договоров, договорных отношений. И когда мы приехали в дом, опять же нам показали квартиру. И это была не та квартира, которую мы выбирали, потому что у меня прям есть там переписка, скриншоты, что нам нужна квартира, вот именно второй этаж, там с балконом, вот эти фотографии. Нам сказали, да-да-да, но когда мы приезжаем, нам говорят, та квартира занята, вот вы пока поживите здесь. И дают нам квартиру значительно хуже. На что, конечно, у меня супруга отреагировала очень болезненно. Слезы, истерики и тому подобное. Я не хочу здесь жить, но я ее прекрасно понимаю. Ну и как бы бегать с чемоданами и искать где-то еще жилье уже было достаточно проблематично, потому что мы еще и устали с дороги. Ну в общем, нам пообещали, что нас скоро переселят в другую квартиру. Пообещали, что мы буквально проведем только одну ночь в этом жилье и нас переведут в то жилье, которое мы договаривались. Ну в итоге нам пришлось прожить больше недели в этой стремной квартире, где вздутый ламинат, по стенам, видимо, текла вода и там прямо такое все разрушенное. Проблемы с интернетом были, хотя обещали, что интернет будет. В общем, на самом деле много было, что обещано, но по факту не было ничего этого. И обещания продолжались и постоянно какие-то косяки, то есть обещают принести интернет, сделать нам, но это все происходило с какими-то жуткими задержками там в несколько дней. И видно было, что никто не шевелится и вообще всем наплевать, потому что они уже получили деньги. Вот. Но со временем нас все-таки нам удалось переехать ту квартиру, которую мы изначально и хотели. Вот. Потом появилась, оказывается, такая необходимость, как нам нужно еще заплатить, оказывается, за сохранность вещей. То есть изначально шла речь о том, что надо заплатить только первый месяц и последний месяц. Но потом Леонид решил, что надо еще платить за сохранность вещей. То есть еще один депозит. И опять это было все преподнесено таким образом, что хорошо-хорошо, пойдем на уступки. Вы можете не платить его сразу, вы можете заплатить его частями. Он каждый раз преподносил это так, что он типа нам идет на уступки. Хотя еще раз напоминаю, какие нафиг уступки, если ты крокодил. Со мной обсуждал все изначально, у нас были договоренности изначальные, на год вперед. То есть я ему сразу говорю, что цена должна быть такой, пока мы живем, мы ничего больше не платим. Несколько раз это было проговорено. Но крокодил есть крокодил, поэтому он как бы пытался максимально выжать деньги из всех, кто туда приезжал. Единственная, наверное, благодарность этому крокодилу, то что благодаря ему действительно в этом доме собралось сообщество русских, русскоязычных. И это было очень круто. Мы собирались, делали пикники во дворе, пили кофе по утрам, по вечерам гоняли чаи. В общем, это было действительно классно. Ты живешь, как бы у тебя вокруг твои добрые соседи общались, созванивались друг другу, помогали, делились каким-то опытом. Это было действительно круто. И вот, кстати, тоже такой момент, что чем меньше город, чем меньше там людей, тем быстрее они начинают сплочаться. Чем больше город и больше людей, тем больше одиноких людей. Вот что я заметил, это тоже такой интересный момент, потому что здесь в Анталии проживает огромное количество русскоязычного населения. Но почему-то я здесь, по крайней мере, стал еще более одиноким. То есть я здесь вообще один, вообще ни с кем не общаюсь. В Ялово же, допустим, маленькое сообщество было, мало людей, но все практически друг друга знали, все делились. И в чатах было больше общения про жизнь, чем про рекламу. Если вы зайдете в Анталийский чат, то здесь будет одна сплошная реклама. Предлагаю это, предлагаю то, продаю, продаю, раздаю и тому подобное. Купи, продай. В Яловских чатах там люди просто общаются, делятся своим опытом, фотографиями, советами и тому подобное. За это как бы Ялова, это прям прикольно, это такой действительно маленький такой городок, комфортный для тихой, спокойной жизни. Но скучный. Абсолютно скучный городок, который вы обойдете буквально за один день и больше-то делать там особо нечего. Погода. Погода была похожа на, как у нас на юге в России, да, в Краснодарский край. Примерно такая же погода, мы постоянно сравнивали, одинаковая погода. Там мраморное море у Яловы. Море мраморное отличается от Средиземного и по цвету отличается, и по температуре отличается. В общем, на самом деле жили там очень прикольно. Это был интересный, хороший опыт. Единственное, что с работой было достаточно как бы непросто, так как у меня, допустим, супруга работает на удаленке. Она дизайнер UI UX, продуктовый дизайнер. У нее как бы есть работодатель и тому подобное. А я как бы без удаленной работы. У меня в моем родном городе, я занимался натяжными потолками. И в принципе оттуда еще какие-то заказы приходили. Благодаря этому получалось поддерживать как бы штаны еще на теле. То есть они еще не спадывали. Вот. Кстати, да. Я здесь похудел. Где-то килограмм на пять за все это время. Но я этому только рад на самом деле. Я стал чувствовать себя еще комфортнее, еще легче, как бы более подвижный стал. Это на самом деле не так уж и плохо. Единственное, что потерялись мышцы. А кто следит за моими видео, знает, что я занимаюсь спортом. И само собой терять то, что ты наработал, это всегда неприятно. Вот. Чем хороша елова еще? В елове я, допустим, стал бесплатно абсолютно проводить занятия на свежем воздухе. У меня есть моя, так сказать, уникальная система тренировок, которая совмещает разные направления. Это и силовые упражнения, это и аэробные упражнения, это йога, это танцы, это растяжка. И все это в одной тренировке, которая длится час-полтора. Да. Вот. Потому что я считаю, что очень важно двигаться в спорте именно универсально. То есть не опираясь на что-то одно, а именно быть универсалом, быть гибким, быть сильным, быть быстрым. Это как раз позволяет именно быть здоровым в первую очередь. Потому что я считаю, что профессиональный спорт, это не про здоровье. Профессиональный спорт губит ваше здоровье. Таким выводом я пришел, поэтому я считаю, что нужно заниматься физкультурой и нужно заниматься ей немножко по-спортивному. То есть это не просто физкультура, а это именно физкультура с хорошей нагрузкой, которая позволит ваше тело действительно модернизировать и улучшать. Ну так вот, в Елове я собрал группу и мы занимались по утрам. Я проводил тренировки по аэробике. Это было действительно классно. Классное сообщество начало зарождаться. Сообщество спортивных людей, людей, которые хотят следить за собой. Но, к сожалению, потом я нашел работу в городе Анталия в офисе в российской компании и надо было переезжать сюда. Соответственно, там эту лавочку я прикрыл и переехали мы с супругой сюда, в город Анталия. В городе Анталия я тоже планировал проводить такие тренировки, такие занятия. Но здесь большой минус. Здесь огромная конкуренция. Если в городе Елова я был единственным и первым, кто проводил такие бесплатные занятия, то здесь это уже присутствует и здесь это не бесплатно. И, в общем-то, как-то я решил, что, наверное, у меня здесь не получится проводить такие занятия. Наверное, людям это будет неинтересно. И вообще люди здесь немножко другие. Это как взять какую-то деревню, где все друг друга знают, и какой-нибудь там город Москва, где куча народу, но при этом никто никого особо не знает и знать особо никто не хочет. Все более-таки замкнутые в себе, все помешаны на деньгах. Ну вот, наверное, то же самое здесь. В Елова это такая маленькая деревня. Елова это больше про душу, про человечность. Анталия это больше про деньги, про выживание. Но Анталия, она охеренная. Здесь охеренно красиво. В Анталии теплее, чем в Елова или Стамбуле. Примерно разница в 7 градусов в среднем. То есть в Анталии значительно теплее. Здесь охеренное Средиземное море. Здесь развита инфраструктура, услуги. Здесь есть огромное количество парков, интересных мест. Есть куда сходить здесь. Я здесь живу уже больше полугода. И каждые выходные я куда-то забредаю, вот не туда. И каждый раз открываются для меня какие-то новые виды, новые парки, новые улочки, новые места. И это каждый раз приносит только удовольствие. Короче, Анталия... Я тебя люблю. Анталия очень крутой город. Но Анталия для семьи, когда вы в семье находитесь и дружите с семьями. А если вы один, то в моем случае Анталия меня сделала еще более одиноким. Так как я остался один? Да все просто. Моей супруге не зашла Турция. Ей не понравилось то, что здесь не хватает услуг, не хватает тех продуктов, которым она привыкла в России. И как бы это все перерастало в напряжение внутри нашей маленькой семьи и ссоры. И как бы было принято решение, что если ты хочешь, ты уезжаешь. И она так и сделала, она уехала. Поэтому я остался один. На нее у меня нет никакой злости. У меня с женой хорошие отношения. Мы с ней постоянно общаемся каждый день. Просто подружески... Извиняюсь. Просто подружески общаемся. Много общаемся. Ну, тем более, что мне особо общаться-то и не с кем. Для меня моя, так сказать, бывшая жена, это теперь мой единственный и самый близкий друг. С кем можно поделиться, кто меня поддерживает, кто за меня переживает. Вот так я оказался в Анталии. Один. Я не могу сказать, что это плохо или хорошо. Это просто еще один этап в жизни, который мне дает много знаний. Много опыта, много понимания. Надеюсь, что это все приведет к чему-то более хорошему. А я всегда верю в то, что все, что не происходит, все происходит к лучшему. При одном условии, что ты умеешь позитивно смотреть на мысли. И при том условии, что ты пытаешься не врать себе, анализировать ситуацию для того, чтобы стать лучше. Вот при таких условиях я считаю, что все обязательно перевернется в лучшую сторону. Надеюсь на это. Ну так вот, в компании French Broker в Анталии я проработал примерно там месяца 4-5. Дальше у нас произошли разногласия. Я ушел с этой работы, чему я тоже в принципе рад. Потому что вообще на самом деле работать по найму это тяжело очень. Я большую часть времени проработал на себя. Был сам себе хозяином. А работать на кого-то для меня очень тяжело. Вообще за эти полтора года я здесь приобрел столько знаний, столько опыта, сколько не приобретал за 5 лет, за 10 лет жизни в России, в своем доме. Я здесь начал узнавать новый язык для себя. Увидел новые места. Познакомился с новыми интересными людьми. Узнал о новых там каких-то законах. Много чего узнал. И много каких профессий я здесь перепробовал. Я здесь был и в роли контент-мейкера для недвижимости компании. И агентом по недвижимости. И завел свой YouTube канал. Наконец-то. Никому не нужная особа. И начал здесь проводить эти групповые тренировки на свежем воздухе. В своем городе я такого не делал. Я здесь открывал школу танцев. В Ялово. Я здесь стал менеджером по упаковке бизнеса во франчайзинг. Я здесь продавал регистрацию компаний за рубежом. Я здесь продавал какие-то обучающие курсы из компании Туров Инвест. Ну, короче, я здесь сменил уже более пяти профессий. И все это только потому, что я все еще нахожусь в поиске себя. Почему так происходит? Наверное, потому что у меня есть определенный мой менталитет, мои навыки какие-то, мои способности. И из-за денег я пытаюсь лезть туда, что не мое, что мне не подходит ни по характеру, ни по менталитету. Поэтому, наверное, из-за этого я постоянно меняю профессию в поисках того, что может действительно мне подойти. И, кстати, да, сейчас я снова остался без работы. Потому что компания, в которой работал, она обанкротилась. Да, вот так быстро обанкротилась. Надеюсь, что они с нами рассчитаются. Они нам должны денег всем сотрудникам. Надеюсь, что они не кидаловы. Вот. Поэтому сейчас я прохожу собеседование в других компаниях. В ближайшее время, надеюсь, устроиться в новую компанию. Но на самом деле я больше делаю акцент на свои умения, на свой опыт. Поэтому я стараюсь максимально продвигать свои курсы по обмену и переводу валют между странами для людей. Чтобы научить людей, как можно использовать криптовалюты для обмена между нами. Это очень крутой инструмент. Допустим, мне нужно перевести деньги моей сестре в Россию. Я это могу сделать за 10 минут в телефоне. Просто лиры турецкие с карты перевожу на биржу, обмениваю через криптовалюту и вывожу в рублях на карту ей. Все это делается буквально за 10-15 минут. По хорошему курсу, никаких лишних комиссий. Это очень удобно, быстро, анонимно и законно. За 15 минут я перевел лиры в рубли на карту своей сестре. К примеру, это один, наверное, из множества плюсов, которые позволяют узнать, когда вы погружаетесь в понимание, как можно использовать криптовалюту в своей жизни. Поэтому я считаю, что мой курс, который написал обучающий как раз этому всему, он очень полезен, особенно для тех людей, которые живут за границей. Поэтому, если хотите узнать больше о криптовалютах, о том, как ими пользоваться в жизни, пожалуйста, пишите мне. Я вам все расскажу, подскажу. И мы с вами запишемся на этот криптокурс, который написан специально для простых обычных людей, простыми словами. И вы научитесь, как легко покупать криптовалюты, как их конвертировать, обменивать и выводить самое главное. То есть этот курс не про заработок на криптовалютах. Этот курс про то, как ими пользоваться в жизни. Как можно делать международные переводы, обмены валют. Не важно в каких странах, не важно в какой валюте, там больше 50 валют. Это просто существенно облегчит вашу жизнь и сэкономит ваши деньги. Хорошая погода, неделю шел дождь, сегодня вот солнечно, где-то плюс 19. И настроение, знаете, от этого тоже так повышается. Даже интересно, какой Новый год в этот раз получится. С кем я его буду отмечать, буду ли я его отмечать или нет. Также напишите в комментариях, как вы меняете свою жизнь, какие у вас планы, с кем вы собираетесь отмечать этот Новый год и вообще, кстати, где вы сейчас живете. Потому что очень интересно сейчас, в наше время, люди живут все чаще и чаще в разных странах. Допустим, на моей последней работе один парень жил в Азербайджане, второй в Казахстане, третий в Казани, городе в России, четвертый в Санкт-Петербурге, я в Турции. Это очень на самом деле прикольно, потому что это опыт, которым люди делятся между собой. Кстати, еще из опыта у меня есть знакомый, который уехал в Сербию. Паша, привет, надеюсь, что ты тоже смотришь мой канал. Крутой парень со своей девушкой, уехали из Турции в Сербию. И это тоже очень здорово, когда есть такие вот знакомые, которые могут поделиться, стоит ехать, допустим, в Сербию или нет. Вот так вот выстраиваем потихонечку какие-то свои дальнейшие шаги. Не знаю, куда меня занесет эта жизнь, но надеюсь и верю в чудо, надеюсь, что все будет хорошо. Главное, никогда не сдаваться и оставаться при всем при этом человеком. Спасибо, что посмотрели. Это был такой маленький мой дневник, дневник из моей личной жизни. Надеюсь, вам было интересно услышать мои жизни, услышать о том, как я здесь продолжаю выживать. Делитесь своим личным опытом, своими мыслями и увидимся в новых роликах. Ну и, как всегда, гуляй-гуляй. Абсолютно получилось спонтанное, незапланированное видео, незапланированный сюжет. Поэтому, возможно, все это я на вас вывалил и получилась какая-то непонятная каша, какая-то нелогичная цепочка мыслей. Но именно вот в эти минуты вы побывали в моей голове. У меня в голове точно такой же винегрет. Прыгаю с одного на другое. Давайте подведем коротко итоги всего этого общения. Если вы поедете в город Елова, то, знаете, там орудует такой крокодил Леонид Андрюшей. Не рекомендую к ним обращаться. Вот честное слово, не рекомендую. Сказать, что я не кидал его не могу, но будут мурожить нервы, не выполнять обязательства, задолбают, короче. Я вам скажу так, что все, кто от них съезжал, все 99% очень плохого мнения о них. Поэтому старайтесь с ними не связываться, обходить их стороной. Если вы приехали в Елова, вообще у вас там есть какие-то вопросы, вам нужны какие-то люди, там есть замечательные телеграм-чаты, Елова свои, там Елова Чинарджик и тому подобное. Заходите туда, там классные люди, классные ребята, все вам помогут. Если что, пишите мне, я тоже подскажу с какими-то контактами. Если выбирать, извиняюсь, если выбирать между Еловой и Анталией, для меня лично я выбираю Анталию. Анталия просто гюзель. Че гюзель Анталия? А вот. Узнавайте новое, развивайтесь, приходите ко мне на курс Криптолюди, я вас научу, как обменивать деньги. Вы перестанете переплачивать комиссию всяким левым людям. Вы научитесь сами переводить деньги, вы вообще поймете, что такое криптовалюта, как ее покупать. Это очень крутая тема. Что еще хотел сказать? Какой еще итог? Вообще не бойтесь никого, ничего, будьте храбрыми, будьте мудрее, будьте умнее, рискуйте, анализируйте и занимайтесь спортом. Ну все, пока.